Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это тема дня, с вами Анастасия Новичкова. Сегодня у нас в гостях заведующий нейрохирургическим отделением детской областной клинической больницы главный внештатный детский нейрохирург Министерства здравоохранения Тверской области Леон Патрикович Нганкам. Приветствую вас, здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно видеть вас у нас в студии. Леон Патрикович, сегодня мы поговорим о вашем профессиональном пути. Вы у нас известный человек в нашей области, о детском травматизме, его причинах и последствиях. Ну, в общем, все, что непосредственно связано с вашей спецификой. И напоминаю, мы в прямом эфире, и вы можете позвонить нам по номеру 300-190 и задать вопросы нашему гостю. И давайте с вами начнем. Расскажите, вообще, как решили стать медиком? То есть, как выбрали профессию? Профессию, это еще я с детства, когда маленьким был, и очень хотел стать врачом. Ну, тогда я сам-то родился в Камеруне, это в Центральной Африке. Закончил школу, и как раз у меня мечта уже была давно. И еще мне повезло, что у меня один из моих дядей, ну, дядя, да, по матери учился здесь, в Твери. То есть, он закончил тогда медицинскую академию, ну, которую я потом уже тоже закончил. И был блестящим гинекологом в Камеруне. То есть, он как-то для меня был примером для подражания. И я очень хотел быть похожим на него. И как раз в детстве я видел, как столько у него болных были там каждый день, и результаты операции. То есть, он для меня как свет в окошке. И я хотел повторить именно его путь. И когда я закончил, он тогда и помог, он мне уже сюда попас. Уже именно в Тверскую медицинскую академию. И потом уже я приехал и учился, и закончил. Расскажите, как проходил вообще процесс обучения? Были ли какие-то трудности? Ну, трудности были. Без трудностей не бывает. Когда я приехал в Россию впервые, я русского языка не знал. Ну, а слово совсем. Только французский язык, английский я знал. Приехал, не знал ничего, усердно учился. Потому что я знал, что для того, чтобы достиг своей цели, то есть, быть хорошим врачом, надо, во-первых, разговаривать, общаться с больными на русском языке, а не на своем родном языке. Поэтому вначале я очень упорно учился. То есть, акцент для начала был на владении русского языка. Потом уже только поступил на пьевый курс, и потом и закончил его. Но ключ к всему, это надо было владеть русским языком. Это вот одна из вот этих трудностей. А потом уже, да, уже процесс обучения, и постепенно. Ну, я до сих пор учился. Я не могу говорить, что я знаю русского языка, и русский язык совершенно. Ну, каждый день, да, сложный, но очень интересный. По-моему, самый красивый язык в мире. Я сам русский язык очень люблю. Расскажите, почему выбрали направление нейрохирургии? Ой, я изначально... Был пример как гинеколог? Да, гинеколог у меня дядя был, и когда он помог сюда попасть, и я тоже думал, что я буду гинекологом. Но судьба вот так распределилась, что у меня матушка моя родная попала в ДТП. Я еще студентом был, еще не закончил весь процесс обучения. И как раз у нее получила черномозговую травму. Протаранил ее автомобилист в Камероне. И как-то через месяц у нее постепенно стала речь терять, слабость там конечностей. И все-таки, в конце концов, делали компьютерную томографию, и выявили у нее гематому, то есть внутри червеной гематому. И как по ироне судьбы, ее оперировал доктор Нарехирург, тоже блестящий в Камероне, который ранее учился, но не в Твери, но в России. То есть у него российское образование. Он прекрасно прооперировал. Мама буквально через 3-4 дня она стала на ноги. То есть это стал переломный момент для меня. И я уже с этого дня с гинекологией, акушеси гинекологии, я все остановился, потому что я в сно ходил до этого. То есть студентское научное общество. Я прекратил туда ходить и выбрал только Нарехирург. Потому что я хотел быть похожим на этого доктора, который спас мою маму и который учился в России. Это удивительная история. Да, удивительная история. Поэтому я вот так радикално и все. Только в Нарехирургии мне больше ничего не надо было. Да, Леон Патрикович, вас приглашали работать и в Москву, и в Питер, и за границу. Но все равно вы приняли решение остаться работать в Твери. Расскажите, чем так зацепил город? Ну, я, во-первых, живу в России больше, чем в Камероне. Да? Если считать. А с какого года? Сколько там годов. Ну, 92-го года. Как поступила именно в первый курс академии. Я учился здесь. Мышление. Я мыслил, как все, которые живут здесь. Как тверичане. Я сам тверичанин, да. Я думаю, что я больше нужен здесь, чем где-то там либо, да. Это мой народ. Вот твой свой народ. И я должен. Тем более, я нужен. Не то, что я там тоже не нужен, где-то ты либо. Но это как... Я такой человек. Я не любитель вот так меняться вот так каждый день ради каких-то выгонов или там денег побольше или как. Это не мои цели. И народ меня здесь любит. Я узловаемый человек. Скажите, как приняли. Да, приняли великолепно. Я не могу сказать, что какие-то проблемы у меня там были. Нет. Меня узнают в городе. Знак благодарности. Ход словесного магазина везде. Не бывает день, что не получают какие-то благодарности. Или махают там рукой. Вот, это Леон Патрикович. Это мой город. Поэтому мне куда-то либо. Питер, Москву или за границей. Это не в моих планах. Скажите, что чувствуете, когда у вас так на улице? Еще здесь, еще так. И самое главное еще. У меня здесь семья прекрасная. Жена очень хорошая. Светлана Петровна. Это тоже право моя рука. Дети. То есть, это мой город. Мы живем здесь. И вот так. Это чудесно. Прекрасно. Скажите, что чувствуете, когда вас так на улицах узнают? Слова благодарности. Вот как для вас, как для человека, как для профессионала. Вот что это дает? В основном я чувствую, что я, наверное, не просто так живу. Значит, я кому-то это нужен. То есть, вы прям человек призвания. Да, призвание. Это нравится, я думаю, что любому человеку. Я этим не злоупотребляю ни в коем случае. Я не тот человек. Но это очень приятно. Когда вы меня оперировали, иногда сложно мне вспоминать, когда все это было. Но потом в какой-то момент вспоминаю, потому что я столько людей оперировал. И не только отверских, и из других городов. Поэтому это всегда же очень приятно. Когда действительно по здоровью помогает человеку, это, я думаю, что это лучше всего. Это дорогого стоит. А у нас звонок в студию. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Знаете, я какой вопрос хотела бы задать? Как иностранные студенты, а потом уже люди, которые работают в системе здравоохранения, чувствуют себя в областной столице у нас в Твери? Что самое сложное? Что самое радостное? Какую-то можете дать оценку? И вообще в отношении дружбы народов. Кто к нам едет в Твери? Кто хочет учиться? Кому привлекательна наша страна? Исходя из опыта, как вы заметили? Исходя из опыта, я в последнее время наблюдаю, что очень это стремление есть у иностранцев. Это, во-первых, я думаю, что зависит от народа горы. Если бы они не воспринимали там иностранцев, я думаю, что, скорее всего, никого бы не было здесь. Вот от этого зависит, от самого народа. А сам Тверский, они очень добрые, на самом деле. Я думаю, что вот это самое главное. И образование у нас хорошее, хорошее образование. Я бы не сказал, что это отстаём от кого-то. И университет у нас очень хорошее. Когда я прохожу каждый день, когда на работу и обратно, как я не могу, я всегда смотрю, всегда с радостью на здание медицинского университета. Сейчас тогда академия же была. Я думаю, что это самое главное. Это гостеприемство. Когда принимать человека, я думаю, что у высшего ничего такого нет. Я думаю, что иностранцы чувствуют себя комфортно. Именно Тверской губернии. Ну и я в том числе. Ну вот, заметили, ну как бы больше стало иностранных, то есть граждан приезжать учиться и работать у нас в России, в частности в Тверской губернии. Заметно. Не только у нас в Твери, я же смотрю и новости в других городах. Очень много иностранцев, которые уже ассимилировались и работают. Многие получают гражданство, действительно, потому что у них есть желание оставаться здесь. То есть они чувствуют себя здесь хорошо и хотят вот это помогать. Ну так это и ощущается, ощущается. Это только приятно. Да, я с вами соглашусь. А сейчас у нас рекламная пауза. Не переключайтесь, мы вернемся после. И мы вернулись с рекламной паузы и у нас звонок в студию. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, Леон Патрикович. На самом деле у меня вопросов нет, я просто хочу вас поблагодарить. Большое вам спасибо за то, что вы спасаете жизнь. Вы настоящий герой. Мы вами гордимся. Спасибо вам большое. Спасибо, очень приятно. Видите, какие приятные у нас звонки. Ну давайте тогда продолжим нашу тему. Расскажите про свой подход к работе. Есть ли у вас какие-то ритуалы перед операциями, ну вот что-то такое свое особенное? Ну подход к работе, это серьезно. Я руководитель нейрохирургическим отделением, то есть заведующим отделением нейрохирургии в детской областной больнице. Отделение у нас, то есть открыли это отделение в 2013 году. А так с 2013 году и по настоящее время отделение функционирует, это очень нужно отделение, потому что у нас массовое поступление, очень-очень много народу, но в основном через мозговые травмы дети. Ну, сами понимаете, это всегда самый такой щепетильный вопрос, когда ребенок получает остую травму, всегда родители в стрессе, в основном, и все, сами понимаете. То есть тут надо помощь нейрохирурга, иногда и анастезиолога, и анастезиолога, и аниматолога. День как проходит, иногда бывает и экстренной операции, если экстренно ребенок поступил, и надо оперировать. Ну что перед операцией? Это всегда очень ответственный момент, сами понимаете, да? Я не могу говорить, что идти на операцию, это всегда на ура, это стресс, это переживание, потому что, во-первых, переживаешь и за ребенка, и за родителей. Это тоже врач переживает, я вам на самом деле говорю. И чтобы все получилось на операции, как бы хотелось бы, и сочувствие. Ну, перед операцией, короткая всегда молитва, потому что я сам верующий человек, брат у меня священник, но не здесь, а в Камеруне, старший брат мой. Поэтому я и в такой семье сам и вырос. Помогает вам? Помогает, да, в сложной операции я как-то вспоминаю, молюсь. И перед иконом Вона Ясеневского, да, он был врачом, также, да, Симфероповский, я тоже молюсь. И я думаю, что о них я тоже очень много, такой знак бодрости, настроения перед операцией получаю. Вот так, и стараемся вот так помогать. Я в отделении не один, у меня и другие там доктора, потому что один... У вас там целая команда. Да, команда, да, один работать, это невозможно. То есть, кроме меня, у меня еще, там, четыре еще врача. Вот расскажите, как вообще выстроена командная вот эта работа, в коллективе, то есть, какие взаимоотношения, то есть, как происходит вот этот рабочий процесс в отделении? Ну, рабочий процесс, утром приходим, сначала пятиминутка все врачи. Ну, у нас, то есть, вместе со мной четыре врача днем, и один из областной больницы там тоже помогает, дежурит у нас. Ему большое спасибо за это. Сначала общий обход, так, пятиминутка, да, утренние в отделении, чтобы держать на пульсе, что за вечер там произошло в отделении. И потом уже утренняя конференция с докладом перед нашим главным врачом Бекетова, Анна Анатольевна, она должна быть в курсе. То есть, это общая хирургическая конференция утренняя. И перед администрацией. Если какие-то вопросы, и административные, или как по лечению, и так далее, мы обсуждаем. А потом возвращаем в отделение, и уже операционный день начинается. Вот так, как в основном все происходит. Ну, дружно, коллективно. То есть, это не только врачи, у нас и... Да, другая медсестры. Да, медсестры, конечно. Конечно, тоже им огромное спасибо. Помогает нам очень-очень много. Без них тоже никак. Я вот, честно говоря, во главе со старшей сестрой, она там тоже очень помогает. Так что без них, потому что очень-очень много проблем. Только врачи, они не справятся в отделении. То есть, это коллективная-коллективная работа. И благодаря у нас реаниматисту тоже очень хорошее отделение. Тоже им я хочу объявить большой благодарность. Потому что так же часто наши больные там лежат, как и в настоящее время. Вчера прооперировал, ребенок там лежит. Тоже наши нейрохирургические. Они тоже очень помогают. По улучшению, потом переводим уже в нейрохирургии. То есть, вот как мы дружно, никто, не ругаемся. Все мои доктора соблюдаются в ординации, уважают меня. Потому что, где нет уважения, нет результата. Понимаете, когда это очень важное звено. Вот так. А мы стараемся максимально отдать все, чтобы все наши дети были здоровыми. Да, вот вы сказали про черепно-мозговые травмы у детишек. И еще с какими травмами, диагнозами поступают к вам дети в ваше отделение? Да. В основном поток это у нас черепно-мозговые травмы. Это даже прямая обязанность, когда открыли отделение, потому что черепно-мозговые травмы, они должны лечиться именно в нейрохирургии. Вот этого такого у нас раньше не было. То есть, они попадали там куда угодно. Но сейчас специализировано на отделении, да, попадают в нейрохирургию. И мы не только травмами занимаемся в нейрохирургии, и пороками развития, да, гидроцефалии. Вы расскажите поподробнее, да. Да, поподробнее сейчас расскажу. Гидроцефалии, нейроонкологии, то есть, эпохолями головного мозга практически... То есть, спектры максимально широкие. Да, широкие, да, в детскообластном больнице. У нас эндоскопическая нейрохирургия тоже идет. То есть, мы не останавливаемся на достигнутом. То есть, так же, тем более у нас и молодые специалисты есть, которые помогают очень много. И мы только идем вперед. Скажите, отвечает ли техническая оснащенность требованиям? Да, настоящее техническое оснащение. Мне нравится то, что у нас в детскообластном больнице. У нас очень хороший микроскоп нейрохирургический. Это не во всех отделениях. Это очень важная вещь. Да, навигационная система, много чего. И самое главное, обеспечение по гидрософолии. Мне это тоже нравится. То есть, установки шунтирующих систем для лечения гидрософолии. Потому что это очень большая проблема в детской нейрохирургии. Дети с гидрософолией после кровизляния, родов, когда голова начинает там расти. Ну, я так образно, что вы поняли, что это такое, что надо шунт устанавливать. То есть, у нас там все полное обеспечение. Все эти шунты у нас есть. Никто ничего не покупает в нашем отделении. Такого у нас никогда не было. Полное обеспечивает наши больницы. То есть, в плане расходников по нейрохирургии у нас там все есть. В этом я не могу жаловаться. Это хорошо, что так отлажена работа. Ну, это хорошо, конечно. Идет всегда на благо процесса. Потому что это тоже очень большие затраты. Эта нейрохирургия, это вообще-то дорогостоящая такая наука. Во всем мире. Потому что там шунты, какие-то моменты. Мы спокойно можем соперничать со столицей? Мы можем соперничать. Я, конечно, даже не боюсь вот этого. Сказал, у нас все есть. У нас и лежащие в отделении ребенка. Лежит ребенок после удаления опухоли мышечка четвертого желудочка. На поправку мы потом отправим этого ребенка для химиотерапии в Москву. Сила санитарная наша авиация. То есть они не на собственном транспорте. Но все, наша больница все организует. Вот это все. Да. Вот, кстати, про санавиацию. Мы знаем, что у вас есть опыт в плане работы с этой структурой. Расскажите вообще, с чего это началось. У меня очень большой опыт. И еще с областной больницей взрослой. Я долго работал на санавиации. Прежде чем перейти в детскую областную больницу по служебным переводам. Расскажите, как вообще там все происходит. Ну, санитарная авиация, это когда травму в основном получают в отдаленном местности. То есть, ну, например, Кимрек, Весегонский, Сандовский район, Рыжев, Лихославль или как и так далее. Не все перечислят здесь. Да. На месте вот таких узких специалистов нет. Поэтому приходится, вот, бригаду собирать из Твери и выезжать туда. Иногда приходится выполнять операцию прямо на месте. Или осмотры, оценить ситуацию и перевод. Да. Именно в областную больницу. Ну, либо во взрослой областную. В данном случае, как мы обсуждали, это в детскую областную больницу. Ну, в настоящее время еще и вертолет присоединился. Это тоже приветствует. Это очень большое продвижение. Это здорово. То есть, переводим. Вот так служба там, санитарная авиация. Потому что всегда местные врачи не могут разобраться в какие-то ситуации. Потому что это не уровень. И надо выезжать, смотреть, помогать. И даже для родственников, родителей, это тоже приветствует. Когда видишь, что из Твери, вот они, ну, заботятся о них. Это же, это правильно. Да, и это очень важно. Скажите, до сих пор сотрудничаете санавиацией или уже все-таки... Нет, я сотрудник санитарной авиацией. То есть, до сих пор ты вообще существу? Это структура и наша больница, конечно. Не только я там работаю. Ну, понятно, да. И неврологи, анестезиологи, травматологи. Целая команда, конечно. Целая команда, конечно. А когда звонок поступает, тогда распределяют. Насколько частые случаи, то, что требуется куда-то отдаленность? Ну, все абсолютно по-разному. Вот так. Я не могу так прямо, что каждый день столько... Ну, все по-разному. Бывает и... Ну, в основном, каждый день там вызовы есть. Но не только в плане там нейрохирургии тоже. И по хирургии... То есть, востребовано. Да, востребовано. Там без санитарной авиации это невозможно. Скажите, были ли какие-то уникальные операции в последнее время в вашем отделении, если мы говорим про нейрохирургию? Ну, в нейрохирургии все операции. Сложные случаи. Даже с нейрохирургии по специальности это уже сложно. Значит, все там уникальное. Понимаете, как, да? Но последнее то, что мне запомнилось, это когда я... Я парня оперировал, 15-летний, если память меня не подводит, по-моему. Или из Нелидова, или как, я могу ошибиться. Но это неважно. Ну, это дети наши, 15 лет, решили буксировать какую-то машину, да, которая сломалась. Она буксирно блокировала, ну, буксирно вот этот шнур блокировала гаечным ключом. Ну, это дети, ну, что поделать. А видно, как тронулась там машина, да, которая, ну, тягач тянула автомобиля, и гаечный ключ вылетела. И прямо угодился ему, это, в череп. То есть, практически гаечный ключ на такой размер, 10-12, почти, ну, 13 сантиметров, прогнулся в эту полость черепа. И там, в среднемозговой атерии, мы его прооперировали в экстренном порядке, вышел, удалили, потому что это очень, адреналин очень большой. Потому что он мог бы, он мог бы погиб, погиб даже во время операции. Удалили, он поправился. И, кстати, у него мама, даже врач там местный, ну, прооперировали его, он поправился. Он до сих пор и не забывает нас. И мама пишет часто, ну, выздоровел, как будто ничего, ничего не было. Это хорошо, да, потому что могло бы закончиться не так это. Еще хотелось спросить, ну, тоже опять-таки не секрет, знаем, что к вам пытаются попасть из разных уголков нашей страны на прием. Скажите, насколько легко вообще попасть на прием и, допустим, как обстоят дела у нас с экстренными операциями? Вот расскажите про порядок вот этот. Ну, по порядку, тоже эксклюзив нашей больницы, что мы принимаем в детско-областной больнице всех. Ну, именно в нейрохирургии. Потому что у нас лежат, даже сейчас, в данный момент лежит, вот, ребенок из Иркурска. Понимаете как, да? То есть мы никому не отказываемся. Если есть показания вот для таких детей, если надо помочь, и еще такой будет из Красноярка, он будет тоже поступать на плановую операцию к нам по лечению мальформации к Яре. Вот так. Они обращаются, мы принимаем при наличии полиса, и наш главный врач никогда не против. Ну, я оповещаю главному врачу об этом, он никогда не отказывается. Так что мы не лечим только тех, которые имеют там твистскую прописку или из области. В целом, просто по направлению, да? То есть налажено вот эта система. Пожалуйста, обращаются, если есть показания, мы принимаем, мы лечим. Расскажите про экстренные. Как проходит? Вот, ну, как бы экстренно поступил ребенок, допустим, с черепно-мозговой травмой вообще. Как, насколько быстро этот процесс? Я вас понял, да. Быстрый процесс, при обращении, если приводится экстренно там ребенка, да, после лечения мозговой травмы тяжелой степени, уже заранее у нас группа объявляем, да, сообщаем, что вот такой-такой ребенок, чтобы все были готовы. Это тоже очень важно. А при поступлении у нас внутреннее оповещение. Это тоже очень, кстати, хорошая очень вещь, которую я лично очень ценю. То есть объявляю по всем отделениям, да, что вот такой-такой ребенок поступает. То есть неизвестно, да, какой специалист понадобится. Неизвестно. Это объявляемо, вот и все. То есть уже все специалисты, уже все знают, да, в том числе. Что были наготовы. Травматологии, нейрохирургии, урологии и вся остальная реанимация. То есть блоками. Мы подходим, смотрим вот этого ребенка. У нас есть противошоковый зал приемного отделения. Если надо, экстренно мы проводим КТ головного мозга, шейного отдела, грудного, пояснично-крестового и таза. Это как стандарт для тяжелых там больных детей. У нас компьютерная томография, у нас работает все время. Проблем-то нет ограничений. Мы в любое время можем делать снимки, повторить. Это тоже очень важно. Мы проводим, определяем, к какому отделению относится вот этого ребенка. Но в случае, когда травма тяжелая, мы обязательно госпитализируем всех этих детей в реанимационное отделение. У нас там две реанимации для младшего возраста, ну, для новорожденных и для остальных, которые по возрасту больше, да, постарше. И через реанимацию все смотрим, все необходимые обследования и уже принимаем решение. Если надо, там экстренные операции, в кратчайшее время подготавливаем ребенка и берем в операционную. То есть у нас, мы не теряем время, все очень быстро и все выполняем. То есть все отлажено. Все отлажено, да. И скажите, вот насколько такая слаженная работа и коллектива, и хорошая оснащенность клиники, насколько это идет вкупе, ну, как бы, влияет на результат, на эффект? Без организации, я думаю, что результата не будет. Это вот надо с этого вот начинать. Когда хорошая организация, все всегда идет по маслу. Понимаете, когда, то есть приемная, на этапе приемного отделения до маршрутизации. В куда, в какое отделение, если более-менее с охраны, значит профильное отделение. Значит, более, а если более тяжелое, и тогда, как я вам ранее сказал, тогда в реанимации. Ну, все там вокруг, мы определяем все со всеми, всеми специалистами. И определяем, кто уже будет вести вот это. Но в любое время все другие врачи, они могут подключаться, если какие-то моменты непонятно, или положение может меняться там в любое время. Сейчас ничего, и через определенное время совсем там другая картина. Так что всегда эти детства, они под пристальным вниманием до конца, до выздоровления. Следующим блоком идут, конечно же, детские травмы в летний период времени. Ну, несмотря на освещение этой проблемы в СМИ, медики много об этом говорят. Все равно, ну, как бы, есть эта проблема, она до сих пор актуальна. Дети получают травмы, особенно летом. И хотелось бы спросить у вас, Леон Патрикович, исходя из вашего опыта, скажите, при каких обстоятельствах чаще всего дети получают травмы в летний период времени? Да, в летний период, сами понимаете, да, жарко, все гуляют, дети тоже, как и взрослые. И немножко в деятельности там теряют в основном взрослые родители. Да, мы касаемся, очень большая нагрузка работы в детско-областной больнице в летнее время. В основном связано с чем? С детьми, которые поступают после ДТП, падение с высоты, с пеленальника, с кровати. Ну, тоже после домашнего насилия. Ну, так тоже у нас там бывает. И самое тяжелое – это падение с высоты. Вот это, ты, москитные сетки, вот каждый год. Поэтому я очень прошу родителей, да, чтобы они повнимательнее были, не оставлять детей без присмотра, потому что часто очень может заканчиваться это плачевно. Когда они на кухне что-то-то готовят там и забывают, а в зале там открытые, по москитной сетке. А дети, они же как? Они же жить хотят. Они могут лазить куда там, даже не соображают. И думают, что у москитной сетки – это опоры, когда облокачиваются, и потом оказываются уже на первый этаж. Потому что были такие случаи, что родители дома, стучат в дверь, говорят, что вы что, у вас ребенок давно там на первом этаже, хотя она сама на четвертом или так, а там скорая, а ну а как, где он в зале? Оказывается, он не замечает даже, что во время, пока мужа там готовили, что вот это есть, он с работы приедет, и ребенок ушел, успел, вот там упас. Вот это падение с высоты. То есть пристальное внимание, пожалуйста, это то, что я прошу. И ДТП не оставляют детей вот одни, они переходят там дорогу, понимаете, когда родители впереди, вот впереди идут, а сзади потом, оказывается, надо тоже контролировать, под ручку там держат. Конечно, в любом случае ответственность за ребенка сюда не в первую очередь родители. И у нас сейчас звонок в студию, я предлагаю немножко прерваться, выслушать вопросы, потом мы продолжим, потому что тема очень важная. Здравствуйте, вы в студии, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, у меня вот возник такой вопрос. Дети, они же очень подвижные со здания, и всегда бегают куда-нибудь, но, возможно, бежали, упал. А вот как понять, что ситуация уже требует, скажем так, вмешательства врачей, что не просто там чуть-чуть случайно ударился, а что надо обратиться к врачу? Как не переживать вообще родителям по этому вопросу? Я услышал вопрос, да, звук был очень тихий. Спасибо большое за вопрос. Девушка спрашивает, в какой степени, ну, как понять, что нужно обратиться к врачу? То есть, бывает, ребенок просто ударился, он там где-то упал, и вроде как внешних каких-то причин нет. Как понять, что, ну, как бы нужно обратиться к врачу и показать ребенку специалисту? И вообще, как вести себя родителям? Родителям себя вести, если ребенок упал дома, вялость, после этого, если наблюдаем у ребенка, что у него вялость, сонливость, да, раздражительность. Если вот даже такие, даже если рвоты нет, ну, лучше обратиться в больницу, к специалисту, чтобы хоть делать дарингем, смотреть по возможности УЗИ и для успокоения. Потому что дети очень часто же не жалуются, понимаете как, да? Ну, если очень длительный плач, это тоже вот момент, который даже нас настораживает вот родители. Вот таких моментов, вот таких ключевых моментов. Вот можно обратиться в больницу. Как вести себя родителям? То есть, обычно, ну, всегда, ну, да, их причем, ну, причем первое, получается, в первую очередь они несут ответственность, но бывает, что они досмотрели, и вот если все-таки такой случай произошел, все равно же паника, как вести родителям себя, то есть? Ну, если паника так, лучше вызвать скорую медицинскую помощь. Вот это золотой стандарт. Ну, разная ситуация бывает. Ну, всегда даже в детской областной больнице, даже без скорой помощи мы принимаем всех, да? Даже с самотеком самостоятельно. Если какие-то сомнения, как я вам сказал, что сомливость, да, ну, рвота, естественно, ну, если рвало и несколько раз, это уже может быть как очаговость, там, черно-мозговая травма, так, ну, лучше вот больницу для исключения, чтобы быть спокойной, что ничего такого страшного там не произошло. Да, и вот у нас как раз про детский травматизм, и по статистике скажите, при каких, ну, то есть мы выяснили, что ДТП, выпадение из окон, просто травмы, там, Игорь, может, с качелями, с каруселями, по статистике, вот, что все-таки преобладает? Ну, по статистике, если вам сказать, примерно по ДТП, да, за полгода, в этом году, 2024 года, ну, к нам практически где-то примерно 110 ДТП. А в прошлом году, за 2023 год, за год, за год у нас было 300, где-то 200, 226 ДТП. Ну, в этом году у нас никаких там спирительного исхода-то нет, то есть это достаточно, ну, приличные вот так, да, цифры, да, а попадение в домашних условиях, да, то есть из кровати перенарного, из перенарного стола, из рук, там, случайно у родителей, за этот год, то есть за полгода 63 человека, а за год, в 2023 году 56, то есть уже немножко больше становится. Прибавляет. Да, да. А то, что касается его падения на улице, да, то уличная травма. Ну, да. Да, уличная травма. Да, уличная травма, где-то посказнулся, там, упал, ударился головой, получил рассечение или ушибленные раны, там, головы, там, и так далее. Вот такое тоже бывает. Где-то за полгода, за 6 месяцев, там, 71 человек, 71, там, детей. Ну, это в общем, в общее количество. А в прошлом году за 2023 год 88 человек, вот, там, детей. То есть показатели все равно высокие, несмотря на то, что все пытаются предупредить. Да, показатели все равно высокие. А уже падение с крыши, которое больше урон, вот, в основном наносит, где-то за полгода у нас получается, то есть за полгода у нас получается где-то 17 человек за полгода в 2024 году. А в 2023 году у нас было, так, если я не ошибаюсь, где-то 34 человека. Вот так. А за полгода сейчас у нас уже 17. Ну, это примерно вот все то же самое. Тоже в этом году смертельного исхода не было. А в прошлом году у нас там 2 смерти, да. Вот так все удалось в этом году. Ну, пока это тут, как дальше? Ну, такая тенденция сейчас. Ну, так, в общем, вот, по статистике. Давайте рассмотрим вот частные случаи в плане, допустим, если, как действовать, то есть если не удалось все-таки избежать вот этого происшествия, как действовать, допустим, если ребенок все-таки выпал из окна, как действовать родителям, что нужно делать, чего нельзя категорически делать? Расскажите, пожалуйста. Вот первый момент, потому что на фоне эйфории родители начинают хватать детей на плечо, где-то на помощи. Не трогать вот этих детей. Потому что очень часто при падении высоты может быть множественных там переломов, нестабильных, да, с острыми краями. Вот что я имею в виду. И какое-то любое шевеление может только обострить вот там ситуации, да, до перфорации легких и полых органов и так далее. То есть надо быть очень-очень осторожно. То есть ни при каких обстоятельствах ребенка не трогать? Ни при каких обстоятельствах, да. Ну, разные ситуации бывают в мире, что, может быть, дыхание в рот в рот или в рот в нос там все, да. Это не стараться передвигать вот там ребенка. Вот это до приезда скорой медицинской помощи. Это вот золотой стандарт. Потому что часто после падения из 8-го, 7-го или 5-го этажа механизм очень такой, нехороший. То есть резкое ускорение и торможение. Ускорение, торможение, да. Вот это очень дает очень большое повредение и внутренних органов, в том числе и вещества головного мозга. Какое-то это смещение, часто перелом и ключица, множественный перелом, там ребра, позвоночника там может даже быть. А когда начинает передвигать при нестабильном переломе, вот может быть такой момент. Поэтому, как я повторяюсь, лучше ожидать бригаду скорой медицинской помощи. У них транспортировочная там шина, слушать и принимать уже верное решение. Ну, я как по статистике тоже интересуюсь, потому что от момент травмы при падении, до этого у нас происходит. То есть скорая медицинская помощь очень быстро реагирует у нас в городе. Потому что я примерно смотрю, сколько времени по сопроводительному листу, когда я сейчас дежурую, я общаюсь, просто что-то информации. И слушаю и врачи скорой помощи, и родители. Там очень-очень быстро приходят. То есть за это время особо ничего такое не произойдет. Поэтому лучше ждать бригаду скорой медицинской помощи. Вот как самое-самое главное. Какие могут быть последствия, даже если все благополучно закончилось, и жизнь удалось ребенку спасти, а какие могут быть последствия в дальнейшем для него, для него здоровья? Ну, последствия все по-разному. Во-первых, зависит от степени поражения органов, внутренних органов. Но бывают дети, которые падают у нас с пятого этажа, у них ничего нет. Даже не царапина там окно. То есть, во-первых, механизмы, и на что упал ребенок, и так далее. Вот от этого, может быть, на траву, или как. Если прямо падает ребенок от бетонного пола, это всегда очень сильное, нехорошее повредение. Вот от этого и зависит прогноз и дальнейшее. При тяжелых поражениях внутренних органов, в том числе и головного мозга, лицевой скелет, прогноз на будущее, все равно какие-то когнитивные расстройства у ребенка не будут. Поэтому таких детей надо все практически по жизни наблюдаться у специалистов. Я не говорю, что именно у наряхирурга, педиатра, невролога, там все, чтобы вовремя выявлять какие-то нарастания, какие-то симптоматики, и в основном лечить когнитивные расстройства. При лёгой травме, там тоже бывает, но все равно наблюдение тоже требуется. То есть все равно какие-то последствия остаются. Но какие-то последствия, они могут быть, ну, не более такой широкой спектрой, как при тяжелых травмах. Вот так. Но все равно этих детей надо на будущее наблюдать в поликлиниках. Не то, что там выписали из больницы, получили лечение, и на это все закончено. Нет. Все равно, да, с этого момента нужно будет прислать с резидентом, потому что непонятно, как это может обернуться. А если рассматривать ДТП, потому что тоже есть и с самокатами много случаев, и просто аварий, страдают дети. Вот что делать в таких ситуациях? Допустим, вот самокатами у нас очень много часто. Если столкновение самоката и автомобиля. Лучше так же вызывать скорую медицинскую помощь. И тоже лучше не оттрогать, да? Если упал, какие-то жалобы острые, ну, лучше так же ждать скорую медицинскую помощь. Они быстро у нас сейчас работают. Ну, разные ситуации бывают. В эйфории, иногда они самостоятельно в больницу приходят. Ну, тоже такое бывает, да? Ну, это мир людей, сами понимаете. Не все всегда дело правильно. Ну, тут так же мы обследуем все полностью. У нас самокатчиков очень много там поступает в последнее время. Немало. Со множественными травмами. Вот так. Нужно ли оказывать какую-то, ну, первую медицинскую помощь все-таки? Ну, на месте. Да, если человек умеет, допустим. Ну, если человек умеет. Можете вшину, вот что-то такое. Если человек имеет медицинское образование, да, я считаю, что он может, он поймет, что надо делать в первый момент. Ну, если бы при отсутствии медицинского образования лучше ждать. Потому что всегда, как правило, делать неправильно. Ну, при медицинской, да, вшину, если человек в медицинском образовании, мне приходило даже несколько раз. И даже в электричке оказать помощь, вот так такой с Москвы ехал. Ну, тоже такие случаи. У меня где-то в жизни штук пять-шесть, когда так было. Ну, объявляли, вот так. Ну, тогда я иду, помогаю, потому что я обучен, я человек с таким образованием. Ну, когда, если это нет, и какой-то пытаться что-то якобы, это нежелательно этого ждать. Можно навредить, да. Скажите, какие советы можете дать родителям, как обезопасить ребенка от травм? Потому что, ну, мы понимаем, что последствия могут быть, а могут и не быть. Но лучше все равно предотвратить при возможности какие-то такие несчастные случаи. Ну, самое главное, да, как мы говорили, падение из окон. Пожалуйста, летом какие-то ограничители там ставьте. На москитные досетки. Да, да, сетки. Это очень важно. Я понимаю, что всем жарко там дома и так далее. Ну, воды там надо помнить. Не только самые маленькие падают. И падают даже практически в 9 лет и так далее. Когда все открыто, хочешь себе селфи его там снимать. Вот такие были у нас. И из квартира, и через москитную сетку, и падают там туда, на первый этаж. Такие поиски, повнимайте, какие-то ограничители там ставьте, пожалуйста. Это все продается в городе, в магазинах, который ребенок и не на самом низком уровне, но чуть-чуть там выше, где ребенок не может достать. И на микроподдув. Ребенок никогда вот это не откроет. Но вот открыт вот так, потому что мне некомфортно, это нехорошо. И всегда пристальное внимание. Дети, они не отвечают ни за что. Это мы за них отвечаем. Поэтому вот самое главное, повнимательнее еще раз там быть. Не оставлять вот так. Не оставлять детей и на кухне, с чайником где-то на конфорке. Вот так тоже бывает. Не могу на себя опрокидывать. Вот такие тоже бывают у нас. Там часто хирурги сталкивают, термические ожоги. А всегда причина, где-то родители были в зале, он там на кухне. Вот это надо быть. Или закрывать дверь, когда выходит. Чтобы всегда рядом и контролировать детей. На пешеходном переходе. Где же подручка. Проходите с детьми. Не надо вот там каждый сам по себе. Надо контролировать. Это вот такие моменты, которые очень-очень-очень важны. Надо на это обращать внимание. Леон Патрикович, да. И в завершении нашего эфира скажите, каким, по вашему мнению, должен быть настоящий врач? То есть, какими качествами он должен обладать? Многими качествами, да. Я думаю, что сначала это доброта. Потому что если не добрый к людям, и ничего, даже ваше лечение, это им. Ну, их любить. Любить. Надо любить своих пациентов. Это уже 50% успехов. Это важно. Сочувствие. Быть профессионалом. Постоянно. Учиться. Учиться и еще раз учиться. И тогда и все получится. Но самое главное, ну, быть отзывчивым. И все получится. Все только в наших руках. Спасибо. Это очень верные и нужные, важные слова. Я думаю, ребята, которые будут нас смотреть, ну, которые, может быть, находятся на определении своего профессионального пути, возможно, кому-то ваш совет очень поможет. Им всегда найти его подход. Это тоже важно. Потому что люди-то разные. Есть те, которые эфоричны, вот так. Потому что они в беде. А если идти на конфликт с ними, потому что, ну, это надо найти всегда подход. Даже если вначале они неправы, они потом все равно подходят, когда успокаиваются и просят извинения. Потому что они просто в отчаянии. В состоянии дошел бы, конечно. Да. И врач должен быть выше. Это очень правильный и нужный подход. Спасибо вам большое. Ну что ж, наш эфир подошел к концу. Хотелось бы поблагодарить нашего замечательного гостя Леон Патриковича. Спасибо большое. Мы знаем, что у вас очень плотный график. У вас много операций. Но при этом вы нашли время прийти к нам и поговорить на очень важную тему, рассказать свою интересную историю. Спасибо вам большое. Ну, как раз, я сейчас обратно к себе на работу. Вот, видите, да. И хотелось бы поблагодарить за ваш благородный труд. Спасибо вам большое. Вам спасибо огромное. Вы спасаете жизни, вы делаете очень нужное и важное дело. Спасибо. Это была программа «Тема дня». До новых встреч.